Друзья, всем добрый день, хорошего времени суток. Просили много, кто где-то будешь ехать, снимать. Короче, едем в соседний городок, зайдем в пару магазинов. Ну, постараемся что-то заснять интересненькое. Так что смотрите, будет интересно. Друзья, это въезжаем в туннель, едем в городок, рядышком возле Люксембурга, Лоренцвейр. Короче, вот такие туннельчики. Красиво. Слышь, у нас такие, чтобы в Украине были, там бы, наверное, жили бы всякие Куплачевы. Смотрите, это зашли в секунд-хенд, короче, такие эксклюзивные вещи, мебель, мебель деревянную, дубовую. Столик, 20 милей. Вот, смотрите, какой комод. Обалденное зеркало. Это все дубовое. 50 евро. Да? 50. Такие цены где-то, так, чтобы иметь свой дом личный, нужно было бы все деревянные, эксклюзивные такие вещи. Вот мой дня, сколько мой дня это стоит? Ага, 100 евро. Вот это, вот это, походу, 100 евро стоит. Я таких и не видел никогда, секунд-хендер. Мебель вот обалденная. Смотрите. Кому, да, все, что хочешь. 150. Такие старинные еще вот 150. Кому, дубовый такой. Кому, да, все, что хочешь. Кому, да, все, что хочешь. Кому, да. Кому, да. Кому, да. Кому, да. Это тоже комодик. У меня это не лакированный. Это какой-то тоже прикольный. Вообще обалденный. 265 евро. Ну, это, наверное, как тумбочка больше. Ну, что, тоже комодик, но небольшой. Такие можно хату подзаставить. Вообще в элементе. Диваны кожаные. Ну, вот такие вот цены примерно. Это детские вещи. Кроватки все такое. Ну, блин, оригинальная классная. Я такого нигде не видел. А сколько турник это? Это ж турник, да, вроде? Семьелый. Вроде турник. Двадцать пяга. Двадцать пяга. Короче, тут все сухо. Ну, такие примерно. Растянечки. Вот кресло. Ну, такую хату можно нормально отставить. Кожаный диван. Смотрите, сорок евро. Семьдесят. Ну, вот тоже кожаный. Пятьдесят евро. Шкаф, смотрите, дубовый. Такой оригинальный. Это вот детские кроватки такие. Нары. Это, я так понял, наверное, стол снизу, сверху кроватки. Ну, классно. Продолжение следует... Такое эксклюзивное. Там еще я еще... Классная работа. Вот вам ширпотреб эксклюзивный. Сколько? Семьдесят пять. Ну, это все дубовое. Телефир. Сорок один евро. Это типа ОКР это работа. А, сорок пять евро. А вот вам покажу этого самого главного. Вот. Вот. Вот это саламандрыч. Малой. Все нормально. Ну, вот такое тут эксклюзивное. Такие вещи. Получается, как... Очередь там на определенное время. Ну, это точно не... Не наши секонд-хенды. Такие вещи. Шесть евро. Посуда тут, техника. Хотел себе треногу посмотреть, но тут что-то не видно. Такое, видите, посуда, люстры. Ну, цены... Цены вы видите сами, что они небольшие, но все рабочие. Друзья, тут, короче, такой секонд-хенд, чтобы вы понимали. Тут даже у нас в магазинах, там, где все новое, не такой запах, как здесь. Ну, короче, этого не передать. И еще, знаете, что я решил? Наверное, все-таки, пользуясь случаем, пока буду тут, начну играть на фортепиано. При первой нормальной возможности буду стараться где-то что-то вам снимать, показывать. Вот вообще совсем новое. Прикольно, где-то для какого-то офиса. Сколько? 120, да? 120 евро. Мне еще понравилось. Тут тоже эксклюзивная. Вот 130 евро дубовая. Вот это, вон, ширпотреб. Только эксклюзивная. Знаешь, что мне еще? Угу. Это, наверное, обуваться, да? Да, классно. Короче, надо срочно строить хату. Вот видите, цены какие. 45, ну, короче, имея жилье, можно на чем спать, нормальном, таком, більш-меньш комфортном. Тут есть вот картины классные. Друзья, смотрите, тут настолько даже переживают за животных, что вот сделали переход для лосей, специальный мост построили. Ну, как, наверное, не только для лосей, для животных, чтобы переходили от них не тропинки. Тут один, вот еще дальше будет. Вот, друзья, это такой обычный маленький супермаркет, чтобы вы понимали, цены это в евро, все. Ну, я вам скажу так. Не такой уже и большие цены здесь на продукты. На продукты, на бухло. Тут бухла можно. Опа! Я вот такой, когда приехал, короче, пил вот такую петрушку. Ну, довольно-таки непоганый. Ну, такие цены. Бухла тут тоже. Ну, хотя, в принципе, и в Украине бухла предостаточно. Ну, это так, для... Для алканавтиков. Кто любители костра и песен. Ну, тут вообще такая, как традиция. Тут люди с самого детства. Тут вообще городок, рядышком, возле которого я живу. Они занимаются винодельством. И у них принято сушняк сбивать винчиком. Вот такие цены. И тут много кто еще... Знаете, за счет чего едут? Вот там до просрочки остается, например, там, три дня, четыре. Ну, я точно не знаю. Не помню, вернее. Не то, что не знаю. Не помню. Они там выставляют, там, за доллар или отдают. Ну, к Украине очень хорошо относятся. Видят украинцев, слышат, что Украина. Относятся очень чудесно. Спасибо. Так, как и правительство Люксембурга, так и государство. Такие, видите, цены. Ну, есть, в принципе, тоже еще выбрать. Как и для тех, у кого есть бабки, и для тех, у кого их нету особо. Ну, тоже есть такие продукты, как и у нас. Чаек. Кока-кола. Такое полуфабрикат в основном. Ну, как, уже порезанное, все замаринованное. Ну, тут же тоже нас особо не удивишь этим. Ну, короче, вот как-то так.